Добрый вечер, Гомель. Наверное, нет такого человека, который бы не испытывал трепет, говоря о малой родине, о своем причале, где легко дышать, легко творить, легко думать, где серебрится река, где пышно цветут сады и где манит свежей зеленью лес. Гости сегодняшней передачи представляют лесную отрасль нашей области. Они готовы рассказать о насыщенности зеленого цвета на карте Гомельщины, о ее лесном фонде в прошлом и настоящем, об удивительных лесных объектах и дарах, а также о том, что радует и что беспокоит специалистов, чьи профессии связаны с лесом. Уважаемые телезрители, вы также можете присоединиться к нашему разговору. Можете писать в Вайбер, его номер, на ваших экранах, или можете позвонить нам в студию 342243, предложив свои ответы на вопросы. Чем богаты леса вашей малой родины? Ходите ли вы в лес и зачем? Ну, мы начинаем. Знакомьтесь, пожалуйста, с гостями сегодняшней передачи. Сергей Тарасов, главный лесничий Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Сергей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Людмила Мажоровская, научный сотрудник сектора геномных исследований и биоинформатики лаборатории генетики и биотехнологий. Председатель Совета молодых ученых Института леса Национальной академии наук Республики Беларусь. Добрый вечер, Мила. Добрый вечер. И Иван Евдокименко, мастер леса Чечерского спецлесхоза. Иван Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Зеленому цвету на карте Гомельщины могут позавидовать многие регионы Беларуси. А если быть точными, какие площади занимает лес в Гомельской области сегодня? Это 2 миллиона 300 тысяч гектар лесов. Для сравнения приведу пример, что наша вся республика это около 9,5 миллионов гектар. Если говорить о лесистости, то лесистость нашей области порядка 47 процентов, а республики около 40. То есть на самом деле действительно наш регион самый лесной. Вот карта как раз на экране, да? Если говорить о районах нашей области, то самые лесные районы у нас это Лельчицкий, Наравлянский. А наиболее такие безлесные районы это Будокошелевский район. И, наверное, еще партизанский край тоже лесной. Это Октябрьщина, да? Вот это три района, наверное, да? Лельчицкий, Наравлянский и Октябрьский. Спасибо. Скажите, пожалуйста, ну мы уже поняли по карте, что на фоне республики Гомельская область выглядит очень даже неплохо. Она практически лидер, да? Или лидер среди других областей. Витебщина нас опережает или нет? Нет, Гомельщина по запасу своему. Мы действительно Гомельщина, мы в лидерах. Несмотря на то, что Южный регион. Вот так. Я хотела бы задать еще один вопрос о преобладающих породах деревьев. Очень мне это интересно. Но знаю, что похожий вопрос вы хотите задать телезрителям. Я права, Сергей Александрович? Да, действительно так. Уважаемые телезрители, внимание, звучит вопрос эфира. Сергей Александрович Тарасов его задаст. Пожалуйста. Уважаемые телезрители, назовите три основные наши лесные породы. Которые наиболее представлены в наших лесах. В наших лесах Гомельщина. Уважаемые телезрители, первую тройку, иными словами, назовите самых распространенных деревьев в лесах. Ведь правильно? Правильно. И тот человек, или может быть даже два человека, которые позвонят и наиболее точно ответят на вопрос, поставленный Сергеем Александровичем, получат вот такой замечательный календарь. И еще вот такое подарочное издание «Лес Беларуси». Прекрасная книга с удивительными картами, с удивительными картинками и информацией. Ну, мне кажется, читать не перечитать вот эту книгу, просто наслаждаясь и понимая, насколько серьезно в Гомельской области развито лесное хозяйство, и как это, наверное, сейчас важно, и как это актуально. Уважаемые телезрители, 34-22-43, номер нашего телефона. Сергей Александрович, ну, лесной фонд области, это, наверное, самое ценное. В лесной отрасли? Конечно. А каким он был 100 лет назад? Или 75, или 50? Вот любые сравнения приведите. Как мы выглядим на фоне тех лет и тех периодов, которые переживала наша область, наша страна? Скажу о стране. Действительно, то, что мы сегодня имеем, 40% лесистости республики, конечно, это заслуга наших поколений, наших лесоводов, наших предшественников. В военные времена и послевоенные времена, когда наши леса, ну, нещадно, скажем так, вырубались, и в послевоенные периоды, когда необходима была древесина для восстановления хозяйства, лесистость республики падала до 20%. В последующем она постепенно возрастала. В 90-е годы она составляла порядка 35% по республике. Ну, и сегодня мы имеем 40%. Работа проведена была нашими потомками по созданию лесу, по лесовосстановлению. А какие у нас перспективы? Вот эти 40% лесистости Беларуси, они будут сохраняться? Специалисты делают все для этого? Или нам можно немножко расслабиться? Конечно. Мы на сегодняшний день примерно оптимальную лесистость в нашей республике получили. То есть она будет меняться, но не так значительно. Я поняла. А что изменилось в подходе к формированию, использованию и сохранению лесного фонда с тех пор? Это научный подход, наверное, да? Конечно. Накоплен определенный опыт за годы лесоводства, и в том числе лесоводство, которое ведется белорусской наукой и белорусскими лесниками, скажем так. Итак, изначально, я такой пример проведу, что после войны восстановление шло лесов. В основном восстановились леса наши сосной. Это были чистые посадки, это были монокультуры, это были густые посадки относительно, которые на сегодняшний день и с течением времени немножко показали и указали и нам, в том числе, на то, что эти леса в итоге являются не такими устойчивыми. На сегодняшний день, с учетом того, что изменения климатических условий, вредители, болезни... То есть нужно специальный лесопосадочный материал иметь, так? Мы на сегодняшний день 90% лесов, которые мы создаем, мы создаем смешанные леса. Мы занимаемся серьезным, подход у нас есть, это улучшенные семена, улучшенные сеянницы получаем с отборных деревьев, селекционных деревьев, чтобы в будущем получить не только продуктивность из лесов, которые мы создаем, но еще и получить их устойчивость. Казалось бы, да, что проще? Упала в лесу шишка, вывалилась семечка, проросло и пусть растет сосна. А нет, вон как работают специалисты и наука шагает вперед. Мила, расскажите, вот эти сосеночки, которые мы видим часто на фотографиях, в видеоматериалах, такие тоненькие, нежные, изящные, это все плод деятельности ученых в том числе? Да, в том числе, конечно, да. Так, в нашем вот институте разрабатываются различные проекты, ведутся по именно вот о том, о чем говорили, по выведению именно устойчивых деревьев к изменяющимся климату, потому что сейчас у нас мы наблюдаем глобальные изменения климата, погодные условия, ветровалы и... Да, тут дождя по порогу, дождись. Да, дождей нету, уровень грунтовых вод упал. Насаждения сосновые, вот как мы сейчас наблюдаем, да, к вспышку караеда, они очень ослаблены. Вот, и так вот в нашей лаборатории генетики и биотехнологии в Институте Леса ведутся научные разработки по идентификации генов устойчивости, то есть как к фитопатогенным микроорганизмам, так и к различным абиотическим стрессам, засухе, например, изменению водного режима. И действительно, это очень такие перспективные направления, и уже сейчас эти гены, они идентифицированы. Сейчас мы же можем говорить о том, что мы выявляем те генотипы, те климатипы деревьев, которые в дальнейшем будут составлять наши леса будущего, потому что закладка лесов – это долгосрочная перспектива. То, что мы сейчас посадим, мы увидим плоды через 30, 40, 50, да, это все долгосрочное. Сколько лет зреет этот лес? Сколько лет? Это сколько десятилетий? Для каждой породы есть свой возраст спелости. Ну, приведу для сосны пример, что спелость считается, сосна достигает 80-100 лет. Вот так. Уважаемые телезрители, мы и уважаемые гости, мы прямо сейчас будем слушать ответ на поставленный Сергеем Александровичем вопрос. Добрый вечер! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы хотим с вами познакомиться. Меня зовут Татьяна Макенко, я жительница города Гоннеля, часто езжу в лес и на дачу через детство. Поэтому, мне кажется, я знаю ответ. Так, вы знаете ответ. Давайте я для всех телезрителей вопрос повторю. Нужно было ответить, какие три породы деревьев наиболее распространены в лесах Гомельской области. Давайте, Татьяна Макенко. Ну, сосна-то однозначно. Сейчас много, сейчас и говорили, подтверждение, что сосна. Второе, конечно, думаю, береза, потому что она самая быстрорастущая, как бы, дерево. Ну, одно из самых быстрорастущих и распространено, ну, очень много березняков. Ну и третий вариант, я, конечно, сомневалась, ну, ольха, наверное. Третий вариант, ольха. Сосна, береза, ольха. Или? Или асина. Или асина. Так, вы там всей семьей отвечаете? Нет, я одна. Нет, да даже если с семьей, это хорошо, это же прекрасно. Ну так, на чем останавливаемся все-таки, Татьяна? Сосна, береза и? Ну, раз у нас много баб, а ольха, наверное, по болотам тоже разная, ну, пусть ольха будет. Пусть будет ольха. Сосна, береза, ольха. Слушаем ответ Сергея Александровича. Правильный или нет? Правильный ответ. Все верно. Татьяна, вы, наверное, с энциклопедией на ты. Нет. Нет? Это вот ощущение человека, который часто бывает в лесах, который не пропускает выходные на даче, да? Ну, редко пропускаем. Сейчас еще один год заканчивается, как-то меньше, а вообще постоянно на даче лес вокруг сосонник один. Ну, вот видите, как прекрасно. У вас замечательный подарок от Гомельского областного производственного лесохозяйственного объединения. Замечательный календарь, шикарная книга. Мы вас поздравляем, Татьяна. Сможете получить свой подарок после передачи в любой из дней. Пожалуйста, приходите. Наш редактор на телефоне записал контакты. Ну и чтобы не оставлять наших телезрителей без вопроса и напрячь их, пусть и они подумают тоже, Людмила предлагает свой вопрос. Пожалуйста, Мила. Уважаемые телезрители, вопрос от сотрудников Института леса. Если генетическую информацию человека записать в виде книги, то получится около 4,5 тысяч томов «Войны и мир». Как вы думаете, сколько томов «Войны и мир» получится, если перевести генетическую информацию со сны обыкновенной? Уважаемые телезрители, речь об очень толстых томах. Мила имела в виду толщину одного тома «Войны и мир». 4,5 тысячи? 4,5 тысячи томов – это генетический материал. Если как, буквами записать? Да, просто буквами записать. А тут сосна обыкновенная. Цифру назовите. Ну, Мила, я подозреваю, что, возможно, наши телезрители и не смогут точную цифру назвать. Как будем определять победителя? Я думаю, максимально близкую. Хорошо. Уважаемые телезрители, в вашей версии, пожалуйста, по телефону 34 22 43. В «Вайбер» мы ответы на поставленный милый вопрос не принимаем, пожалуйста, только по телефону здесь в студии. Какой подарок? Если вы видите, можете наблюдать на общем плане, у нас здесь стоит прекрасная туя серебристая. Это туя западная. Да, это я уже добавила, серебристая. Она невозможно красивого изумрудно-зеленого цвета. Это часть подарка. А также промо-продукция от Института ЛЕЦА Национальной Академии Наук Республики Беларусь. Есть замечательный приз и еще один, поэтому, пожалуйста, 34 22 43. Но предупрежу, вопрос не такой легкий. Пожалуйста, старайтесь, листайте энциклопедии, я думаю, у вас все получится. Ну что ж, мы продолжаем разговор в студии. Иван Николаевич, я хотела бы к вам обратиться как к человеку, который может провести нам здесь ликбез такой лесной. Вот на столике лежат спилы деревьев различных. Здесь, наверное, пять, да, я вижу? Да, пять разновидностей. И это все разные образцы, разные породы деревьев. Скажите, пожалуйста, как определить вот по цвету, может быть, по толщине породу дерева? Ну, породу дерева, сколько бы мы тут в студии не говорили, по цвету... Не определяются. Нет, 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 надо один раз побачить, чем десять раз почуть. Человек, который хотя бы один раз бачил дерево, срубленное, спил, он будет знать, что это дерево. Если ему сказали, даже если он не знал, он будет определить это дерево. Ну, а в студии, ну, мы можем показать, вот это ольха, вот она такого красного. Красноватого. Так, можно я подержу и зрителям покажу? Вот смотрите, ольха красноватая. Да, вот она такая красноватая. Ну, березовый легко определить по коре. Да, ну, это по коре можно определить. А так, это вот эта бероза. Берозовый спил. Вот это вот у нас ясен. Ох, какой красавец. Да, вот такие ядра. Вот поэтому дерево очень хорошо можно определить годичные кольца. Так, сейчас научите. Так, это ясен. Вот это граб черный у нас. Вот это такая у нас. Ну, это не экзотическая порода у нас. Эта порода у нас сильно распространена у всего Гомельской области. Широко распространена. А мне кажется, граб, неужели так часто его можно... Может, мы просто не знаем, какие листочки, как он выглядит, и поэтому не обращаем внимания. Он толстый, не растет? Растет и толстый. До 36 сантиметров в диаметре растет даже легко. Так, это граб. А у более южных еще больше. Ну, а это наш. А это наш лидер, да? Да, это сосна наша обыкновенная, вот это. Так, вот прекрасно все, Иван Николаевич. Ну, я уже теперь отличу сосну от граба, это точно. Я думаю, вы и раньше могли отличить, но... Ну, Иван Николаевич, когда вы проводите уроки, то я готова слушать, слушать и конспектировать. Давайте теперь научите нас по годичным кольцам определять возраст дерева. По годичным кольцам. Год дерево, прорастая по кругу, вот на такой колешке. Да, кольца могут быть разными. Так, это вот мы показываем. Все зависит от климатических условий произрастания, в какой местности. На почвах более таких плодородных будут кольца более широкие. Если почвы кислые, болотистые, там будет меленько. Но слабо дерево росло, значит мелкие годичные кольца. На больших деревьях, особенно вот, ну, я считаю, что и, наверное, подтвердят, что у нас самое такое быстрорастующее дерево – это асина. Вот, у ее годовые кольца, прирост по годовым кольцам, вот уже так, начиная лет с 15 до полтора сантиметра в год. Ну, ничего себе полтора сантиметра. Да, и у тополя. Как баобабы. И у тополя, да, очень большие годовые кольца у тополя. Ну, это все семейство асины, вот у них очень большие годовые кольца. А так вот, ясина, дубы, они, древесина крепкая, они, кольца их поменьше будут. Иван Николаевич, а вот от центра считают, да? Да, да, именно от центра. И чтобы более точно определить возраст дерева, нужно считать от камля, от низу, потому что... Вы имеете в виду спил получать снизу? Да, спил снизу, да, в камлевой части. Вот, тогда будет более точно. И считать их от центра, и примерно там, может быть, на год-два можно ошибиться, а так будет примерно точно. Иван Николаевич, ну вот это вот ясени, вот такой толщины, прикидывали сколько лет? Это средняя, не, я не прикидывал. Вот так, вот опытный человек. И этому ясину годов 35, вот этому. Вот, 35, представляете, 35 лет надо, чтобы дерево выросло. Это средняя часть, это не сама камлевая часть, это средняя, ну, лет 35 примерно этому ясину. Очень интересно. Древесина крепкая, прочная, очень хорошая древесина. Иван Николаевич, а вот почему лежат эти продольные срезы? А вот по ним, если так, вот они по этим не очень-то, а вот по ним от центра намного проще по полоскам можно считать годишные кольца. То есть это был пенек, да? И вот просто пенек раскололи? Да, по центру я его расколол, чтобы оно более наглядно было видно, как посчитать годишные кольца. Вот отсюда, от центральной части его, и считается в любую сторону. Примерно бы это же самое. А почему вот эта часть такая темнее, а эта светлее? Это называется ядровая древесина. По этой древесине дерево питается. Вот не по всей части дерева, вот это дерево считается, ну, как бы, оно не мертвое, но уже по ней сокодвижение не происходит. А только по заболеванной части, вот по этой, и здесь сокодвижение. По светлой, да? Да, и тут же оно прорастает. И с каждым годом потихоньку слои, которые уже не пропускают сок, они становятся темнейше. Получается такое ядро. Это только бывает у дуба, ящина, клена в большом возрасте. Ну вот в березе ж такого нет, правильно? Нет, береза будем вся по... Береза равномерна. Да, да, да. И сосна тоже. Сосна, ель равномерно, грабы эти равномерно. У нас ядровая дуб, бывает, вот у дуба очень хорошо видно то же самое вот это вот. Ну, сосны, у камлевой части, когда смола набивая, вот там тоже хорошо видно. Иван Николаевич, вы в школе не преподаете ученикам вот эту науку лесную? Нет, нет, нет. Вы так замечательно, как хороший опытный педагог, все рассказываете. Между тем, у нас есть первая проба ответа на вопрос, который задавала Мила. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, давайте знакомиться с вами. Меня зовут Наталья. Очень приятно, Наталья. Скажите, пожалуйста, вот если 4,5 тысячи томов занимает генетическая информация человека, да, Мила? Да, человек. Как много томов, таких же по толщине, как «Война и мир», займет генетическая информация сосны обыкновенной? Ваша проба? Я считаю, вам надо точную цифру сказать. Ну, мы стремимся, да. Мы стремимся, давайте. Стремимся. Значит, исходя из математического расчета, я думаю, что генетическая память сосны составит порядка 31,5 тысячи томов «Войны и мира». Простите, пожалуйста, вы не работаете в институте леса национальной академии? Нет, я работаю бухгалтером. Я очень хорошо считаю. Мила, ну, ваш термин. Ну, это, можно сказать, практически правильный ответ. Это практически правильный ответ. Да. Так мы принимаем или все же даем шанс телезрителям? Более точнее. Да, еще попробовать. Ну, давайте, может, кто-то подождет. Просим редактора на телефоне записать на всякий случай контакт нашей телезрительницы, которая позвонила и дала такой ответ. И дожидаемся следующего. Спасибо вам, благодарим вас за ваши знания, за ваши расчеты. Вот такие бухгалтеры бывают. Благодарим. Далее продолжаем нашу программу. Вот Иван Николаевич буквально на практике показал, как по спилу дерева определить количество лет, сколько дерево живет. А есть ли какие-то еще способы определения, ну, без того, чтобы спилить дерево? Вот более щадящие способы. Да, безусловно, такие способы есть. Вот я бы хотела еще заострить внимание о том, что мы говорили об определении пород по спилу. Так вот, в нашем институте у нас есть возможность, нам даже не нужен спил дерева, нам достаточно иметь опилки, какие-то стружки, буквально грамм материала, чтобы определить не просто, к какой породе это относился, но чтобы определить даже квадрат произрастания данного дерева в лесу. Часто к нам обращаются правоохранители, когда какие-то происходят преступления, да, и обнаружены следы дерева, или же, наоборот, похитили, допустим, вывезли лесостроительный материал. И мы действительно помогаем определить, и преступления раскрываются таким образом. Ну, есть у нас несколько фотографий, и я хочу попросить нашего режиссера вывести на экран фото специалиста института леса, который с помощью такого нехитрого устройства определяет возраст дерева, да? Ну, да, да, это, в принципе, принцип тот же, о чем мы говорили, по спилу, да. То есть это внедряется, вот эта штука, в сам ствол, да? Да, и достается керн, значит, это как срез, стержень такой, да, и, в принципе, то же самое, просто не надо делать спил, это место закрывается. А для чего вот такие исследования проводят? Сколько лет дерева? Да, когда нужно определить точный возраст дерева, значит, какие-то исследования, описания таксационные проводятся, это такая практика используется. А есть ли деревья, ну, великаны или там очень старые деревья на территории Гомельской области? Да, вот очень старые деревья, вообще в Беларуси, наверное, одни из самых известных, это царь дуб и дуб патриарх, его еще называют, это деревья произрастают в Брестской области, значит, ну, в Гомельской области тоже есть такие... Ну, это вот дубы из Гомельской области, это наши, да? Да, это наши дубы, да, это наши дубы, вот это вот дуб патриарх представлен, это представлена культура, которая получена из клеток дуба патриарха. Это не из желудя? Нет, это не из желудя. Это из клеточек, да? Да, 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 то есть из культуры тканей получается в дальнейшем. Вот для чего проводятся такие исследования? Ну, вот, наверное, телезрители знают, известный английский Шируцкий лес, который известен, история Робин Гуди, значит, там произрастают очень старые 800-тысячелетние дубы. И вот сейчас в Англии ученые научились клонировать эти деревья, и эти деревья пускают сейчас просто на продажу потребителям. Вот, и в нашем институте... Маленькие вот эти культуры, сувенирные, или их можно посадить? Их потом можно посадить, это вырастет полноценное дерево, да. И вот у нас сейчас тоже такие проводятся исследования, сейчас изучается морфологоанатомическая структура, и в дальнейшем мы надеемся тоже получить такие вот клоны. Это прекрасно, и тогда могут наши телезрители, вообще жители Гомельской области, поехать куда-нибудь в питомник в Гомельский район, и купить себе небольшой саженец, сейнец, как это называется правильно, Сергей Александрович, ну, например, дуба, да, и посадить возле своего дома. Хотя, говорят, дуб возле дома садить нельзя, правда, в него молния часто бьет. Я тут разные версии накидываю, а вы мне говорите, так это или не так? Вообще деревья бьет молния, без исключения. Ну, говорят, в дубы чаще. Ну, молния метево-высокое дерево, в народе такая поговорка есть. Все, я понимаю. Бьет верхнюю точку, но дубы обычного, если иные, то они растут высокими, большими. Поэтому, наверное, поэтому, а так бьют во все, без исключения, во все. Уважаемые гости, есть у нас еще один телефонный звонок, давайте слушать телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте знакомиться. Мария. Мария, очень приятно. Вы сотрудник леса, сотрудник института. Нет, я просто ваш телезритель. Вы наш телезритель, прекрасно. Ну, а в лес ходите? Случается, но редко, к сожалению. Если идете, то с какой целью? Простой прогулки, сменить остановку детям. Удовольствие детям доставить и себе, правда? И себе, конечно, тоже. Послушать, как шумят березы и как шепчут сосны, правда? Ну что ж, слушаем ваш ответ на вопрос, милый. Как много томов, толстенных таких томов, как том «Войны и мира» займет генетическая информация о сосне обыкновенной. Я правильно, Мила, воспроизвела вопрос? Пожалуйста. Мы тут прикинули, и может быть, у нас будет вариант 33 тысячи томов. 33 тысячи. Вот мне интересно, Мария, а как вы прикидываете? Я когда узнала, какой вопрос телезрителям будут задавать, я растерялась. Думаю, а как зрители будут отвечать на него? Как это вообще можно просчитать? Как вы просчитывали? Или просто так, методом научного тыка? Я на самом деле просто стояла рядом, а муж считал это все его. Ну, то есть эта цифра – это его заслуга. Так, опять с семьей решали, правда? Мария, спасибо за вашу версию. Слушаем. Что скажет Мила? Нет. Настолько получается вокруг да около близкие. Так, горячо, но не точно, да? Горячо, но не точно. И снова я прошу нашего редактора на телефоне записать контактный телефон этой телезрительницы, и мы ждем еще более точного ответа. Ну, да. Ну, дело в том, что если бы это были ответы совсем отдаленные, наверное… Ну, например, 15 тысяч томов, то мы бы не приняли такое. Но все же точный ответ имеется. Первая наша телезрительница сказала 32 с половиной тысячи, да? 31 с половиной. 31 с половиной тысячи. А Мария сказала 33. Запомнили, хорошо. Дальше испытываем ваше терпение, ваше познание, уважаемые телезрители. Но сначала возьмем рекламную паузу. Встретимся буквально через минутку. Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель». Говорим мы сегодня о лесах нашей малой родины. Далее в нашей программе. Нужна ли с необыкновенной помощь ученых, где заготавливать березовые веники? И какое лето предскажут зеленое насаждение? Безусловно, есть у нас и наш занимательный вопрос. Но вот тут в ходе рекламы, во время рекламы мы посовещались, и Мила предлагает все-таки засчитать два ответа наших телезрительниц. и сказать, что они действительно верные. Но уже не будем допытывать, потому что тут вариантов мало осталось. Вот, Мила, объявляйте, пожалуйста, правильный ответ, а я назову имена победителей и призы. Да, пожалуйста, правильный ответ. Это 32 тысячи. 32 тысячи, да. Мы посчитали, что уж очень легко придется следующему телезрителю, который дозвонится, поэтому приз от Института леса достается Наталье и Марии. И так было решено. Поскольку Наталья позвонила первая, то ей вот эта Туя, еще раз скажите, как она называется, Туя? Западная. Туя Западная. Ну а Мария или Марине не услышала точно. Это прекрасная промо-продукция от Института леса Национальной Академии Наук. Надеюсь, наши телезрители не в обиде и все хорошо. Так? Да. Так, замечательно. Мы продолжаем нашу программу. В какой-то книге о народном календаре, недавно прочитала, что 29 мая наши предки ходили в леса, слушали лес и там определяли по этому дню, какой будет и по количеству мошек и комаров, определяли, каким будет урожай в этом году. Ягод и грибов. Иван Николаевич, что-нибудь можно сказать вообще? Вы были сегодня в лесу? Ну, конечно, обязательно. Вы были в лесу? Так. Слушали деревья, определяли урожайность этого года? Ну, я по народным предметам ничего не скажу. По мошкам и комарам у меня таких сведений нет. Ну, а вот по количеству цветущих, скажем, черники, земляники, брусники, клюквы, ежевики, я могу сказать, что урожай ягод в этом году будет приличный. Отменный, да? Да, но если не помешают природные условия, если их не засушим, тогда все ли это должно быть ягод много. Про грибы пока я вам такого сказать не могу, потому что будут дожди, будут и грибы. То есть здесь все просто? Дождь пройдет, грибы будут? Нет, тоже не просто. Я бы сказал, что тоже, это уже из моих личных наблюдений, я думаю, что и подтвердит это наша наука, что вот такие массовые грибные годы бывают через три года, особенно так называемые боровики или белые грибы. Вот это вот раз в три года, вот бывает такое массовое, их грибница накапливает мощность свою и выдает грибы. Так, ну вот интересно, смотрите, в прошлом году грибов было не очень много, а вот позапрошлый было боровиков много, значит в этом году будет немного. Они будут, но может так массово не будет, как позапрошлым году. Но они будут все равно, каждый год они бывают. А вот знаете, по-моему в публикациях уже есть, что в Брестской области появились первые грибы, и пишут, что не нужно собирать, и люди уже даже и отравление получили. Из-за чего? Это нельзя майские боровики собирать или подберезовики? Или это все-таки, как вы считаете, люди перепутали? Ну я думаю, что у меня такой информации нету, что, ну это может где-то в местах, там где-то вближи дороги или где-то действительно что-то связано с другими прогнозами. Но так, если они появились, я говорю, почему их нельзя есть? Я думаю, что... Если он качественный гриб, в нужном месте растет, не в зоне радиоактивного загрязнения, не рядом с дорогой, то ничего страшного, что он появился в мае? Конечно, ну два подберезовики я видел. А, так все-таки есть и в Гомельской области. Два подберезовики я видел, ну такие небольшенькие, но видел. Ну и с морщков, строжков этих сель это было много, просто море. Ну это, говорят, условно съедобные или так их называют? Очень вкусные грибы, не знаю. Иван Николаевич, не агитируйте, не агитируйте. Они уже прошли, все, уже в этом году. Все, уже мы не дождемся. Нет, в следующем году. Да, и еще Мила сказала, обязательно нужно быть в чем уверенным? То, что это действительно съедобный гриб. Что это перед вами боровик, да? Да, действительно, потому что все-таки наши телезрители, которые занимаются тихой охотой, должны, когда идут в лес, если они собирают грибы, если у них какие-то сомнения, то правило такое, данный гриб не стоит брать. Вот у нас на базе нашего института леса ежегодно проводится выставка грибов осенью. И очень много желающих посещают, очень много школьников. И люди часто приносят даже какие-то вот дары леса для того, чтобы помогли наши сотрудники определить. Определить, съедобный это гриб или несъедобный. А как часто работники института леса вообще выходят в лес? Не сидят в своих лабораториях? Постоянно, конечно, постоянно. Это особенно сезон, весна, лето, осень. Это сезон постоянных командировок на объекты, работы регулярной. Мы попросим нашего режиссера вывести на экран фотографии сотрудников института леса именно в лесных условиях. Представители вашей лаборатории, наверное, да? И Людмила. Это, наверное, уже редакторы нашли. Да, это редакторы подобрали. А вот сотрудники. Да, это наши сотрудники. Вот даже на высоту приходится иногда подниматься, брать материал для дальнейших исследований. Особенно вот здесь показаны верхние ветки, так когда какие-то нужно взять устойчивые лесонасаждения и в дальнейшем провести их клонирование. Даже это хорошо из вершинных побегов. Поняла, спасибо. Сергей Александрович, скажите, а какими событиями, какими достижениями, акциями лесхозов запомнятся годы Малой Родины? Ну вот очень много говорили про неделю леса, но очень жаль, вот многие телезрители мне рассказывают, что жаль, что только одну неделю проводят. Проводили бы в течение года несколько таких недель? У нас есть такие знаковые две традиционные акции. Это неделя леса, как вы правильно сказали, и акция «Чистый лес», которую мы проводим осенью. Занимаемся тоже и дополнением, и посадкой зачастую, и наведением порядка в лесах. Активно привлекаем к этим мероприятиям наших граждан. Могу сказать, что в этом году у нас была такая по количеству участников рекордная акция. У нас порядка 10 тысяч человек приняло участие. Значит, мы подготовили более 700 объектов, посадили тоже рекордный объем, создали лесов, порядка 3000 гектаров за время действия акции. Но вот по участию с каждым годом наши граждане, наши организации, наши ведомства так активно к нам подключаются. Мы очень рады всех принимать и очень рады тому, что человек, посадив это дерево, мы даже где-то уверены, что в будущем он не бросит в своем лесу, можно сказать, окурок или спичку, и не бросит там какой-то, не выбросит мусор. Поэтому акции мы приветствуем всех участников и приглашаем в этом году осенью на «Чистый лес» и в следующем году. Будем рады всех видеть. Спасибо. А вот неделя леса, она проводится в то время, когда эти саженцы-сеянцы можно высаживать, да? Конечно. Именно в то время, когда нужно заниматься. Самое благоприятное время – это апрель, конец апреля, да? Это зависит все-таки от погодных условий, как они складываются. То есть это неделя леса назначается в зависимости от погодных условий? Да, действительно так. Как интересно. То есть садишь огород, пора и лес садить, получается? Ну, периоды посадки леса, они бывают очень, конечно, у нас и короткие сжаты, и две, и три недели. Иногда нам погода позволяет посадкой заниматься и в течение месяца, и полтора. Поэтому вот этот период мы стараемся согласовать с погодой. Какая тонкая наука. Но еще, кстати, вот о науке. Это нужно пройти специальные курсы, чтобы лес посадить и поучаствовать в акции «Неделя леса». Или все-таки настолько это несложно, просто нужна сноровка какая-то и минимальное знание? Занятие – это очень простое, можно сказать. Достаточно послушать инструктаж, который в течение пяти минут вам расскажет, и вы уже готовы создавать свои леса. И удовольствие получать от этого, да, осознавая, что там на какой-то площади будет расти, шуметь, касаться кронами ваш лес. Это чудесно. Это здорово. Ну вот скажите мне, пожалуйста, насколько популярной является профессия сейчас лесника, сотрудника научного учреждения, имеющего отношение к лесу? Насколько престижно работать в лесу? Есть ваше мнение? Скажу так, свое мнение выскажу. Вопрос немного такой может быть у каждого свое мнение. Скажу свое мнение. Значит, наша профессия, она в основном лесники, лесные люди, как нас можно назвать. Она больше профессия сельских населенных пунктов, малых городов. У нас порядка 70% это работники вот с такой местности. У нас много очень династий. Многие люди приходят и понимают, что это их и остаются с нами надолго. Но для меня вот один из показателей это то, что к нам приходит молодежь. Так вот анализировали, смотрели, что порядка 15% наших работников в возрасте до 30 лет. Это прекрасно. Я считаю, что это в принципе у нас есть развитие, у нас есть будущее с таким потенциалом. Есть перспективы. И заработная плата, которая сегодня средняя у нас на лесном хозяйстве в области, она около 1000 рублей. Это, по крайней мере, для местности небольших наших населенных пунктов, это достойная зарплата. Это очень хорошие зарплаты, конечно. Иван Николаевич, а сколько вам приходится километров в день проходить по лесу? Или проезжать? Проезжать, проходить. Летом попроще, летом дороги открыты, можно проезжать. А зимой, ну, в среднем 15, а то и 20 километров надо проходить в день. Ну, замерзнешь, стоять нельзя. Поэтому у нас все время двигатель, двигатель, двигатель. Ну, потом, в зависимости от работы, от удаленности от конторы, от начальненного пункта, это зависит. Ну, 15-20 километров мы проходим. И поэтому все лесники в прекрасной физической форме. С свежим воздухом дышим. С свежим воздухом дышим. Отдыхаем мы так. Абсолютно точно. Уважаемые гости, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. В студии очень рада видеть и слышать вас. Скажите, пожалуйста, вот учитывая то, что сейчас очень-очень много клещей в городе бывает и в деревне, какая-то борьба с ними ведется на уровне, так сказать, вот лесхозов или вот... Ваш вопрос понятен. Скажите, как вас зовут, чтобы обращаться правильно? Марина? Мария. Да. Мария, Мария. Спасибо вам за вопрос. Спасибо, да, действительно. Был такой, и я даже сходила и принесла. Вот, было такое дело. Есть, существуют, ну, может быть, какие-то химикаты, которые распыляют по полям, по лесам. Нет? Сергей Александрович, вы ответите? Ну, главная защита – это человеку подготовиться при посещении таких мест. То есть, должно плотно прилегать у вас, значит, манжеты. И, в том числе, если вы идете в места, где высокая трава, идете в лес, посещаете сухая трава, да. Значит, ну, подготовьтесь к этому. Ну, есть репелленты специальными, которые можно подстраховаться, обработать. Эти периоды клещей, ну, вот такого массового появления клещей, они, да, они часты. Это явление такое для нас уже, тем более для лесников, наверное, привычное. Но надо такой глобальной обработки, она не производится нигде. Надо готовиться самим при походе в лес. Я поняла. Ну, скажите, вот это, мне кажется, это слышалось даже в вопросе телезрительницы, что сейчас вроде как, ну, и мне кажется, то ли мы больше стали об этом говорить, то ли действительно чаще мы стали встречать клещей на своих одеждах. Я думаю, что сейчас стало чаще встречаться. Потому что вот в моем детстве мы их, ну, мы знали, что они есть, но их видели очень-очень мало. Это была большая редкость. Ну, почему? Во-первых, не было сухих трав столько в лесах. Так. Потому что в лесах разрешалось выпас скота. Они все избивали, а клещ в основном остается на сухих травах. Почему подкашивают сейчас у нас везде воде школы, детских садиков, чтобы не было сухой травы, чтобы не было, чтобы не встречался клещ. А на сухой траве, вы не сядете, жжете по запаху, когда мы туда подойдем. И ждет, пока мы туда заявимся. Поэтому, ну, а сейчас... Но климатические, наверное, условия изменились. Климатические условия, возможно. Чтобы раньше кто-то сказал, что в городе был клещ, а это ж в Гомеле можно, наверное, даже встретить. Даже 30 лет назад такой заклещевенности, такого не было. Ох, какое вы слово придумали. Заклещевенности. Да, ну, есть такое. А на счет борьбы, ну, вот даже пустили зрители подумают, представьте себе, какие территории нужно обработать. Мы же убьем все живое, кроме клеща. Что же нам стоит из одного клеща уничтожить всю микрофлору и фауну там? Нет, конечно. Вот у нас, Сергей Александрович, можно сказать, что предлагают некоторые городшие головы сосонники обрабатывать от короеда. Нет, так его же даже и пытались обработать. Но это бессмысленно, потому что он под корой. Он под корой, да. Сколько надо, даже если то химиката, чтобы обработать такие массивы, это какие затраты. И потом, какими средствами это все делать, и все, что там самое страшное, все, что там поднимут. Все погибнет. Значит, давайте повторим для телезрителя. Если вы отправляетесь в лес, там, где есть сухая трава, да и любая другая трава, да, если есть опасность подхватить клеща, поэтому, пожалуйста, брюки в носки, да, или резиновые сапоги, одежду, манжеты плотно прилегающие, и голову обязательно какой-нибудь головной убор, да. Хотя говорят все знающие люди, что клещи с деревьев сверху не падают, а они именно вот с травы, да, и поднимаются по телу туда, куда им сладко. Уважаемые телезрители, у нас время, очень небольшое время на рекламу, а после мы вам расскажем, как правильно связать веник для бани. Добрый вечер, Гомель. Сегодня мы говорим о малой родине, о Гомельщине лесной. Уважаемые телезрители, спасибо вам за ваши отзывы. Вайбер, я зачитаю несколько высказываний. Елена пишет, хожу в лес дышать, наслаждаться природой, иногда собирать грибы. И она же прислала нам вариант ответа на тот вопрос, который Сергей Александрович задавал. Сосна, дуб, береза. Ну, мы же уже озвучили правильный ответ. Сосна, береза и ольха. Вот. И Виктор вот еще задает вопрос. Можно ли ходить в лес и выкапывать деревья для посадки дома или на даче? Вот такой вопрос от телезрителя. Нет, самостоятельно этого делать не стоит. Есть процедура определенная изъятия деревьев из леса, но для этого нужно обратиться в лесничество. Есть, ну, за небольшие деньги изъятием таким можно заниматься. Это, ну, достаточно просто. Это, ну, оно по стоимости тоже недорого. Там порядка 50 копеек получается изъять дерево из леса. Но самостоятельно таким заниматься... Ну, надо сделать правильно, чтобы... Конечно. Да, чтобы не нарушить закон, порядок и чтобы не было неприятностей. Но, кстати, вот есть же питомники, да, и тоже реализуются через питомники какие-то деревца, саженцы. Да, у нас в лесхозах есть питомники лесные. Это 9 питомников у нас их в области. Помимо того, что они занимаются выращиванием посадочного материала, тех сеянцев, из которых мы в будущем создаем леса, они занимаются еще реализацией декоративно-посадочного материала. Это в основном хвойное растение, та же самая туя, западная разновидность разных форм. Значит, мы всех приглашаем, у кого есть интерес, пожалуйста, на наши сайты можно зайти, набрать в поисковой строке. И, пожалуйста, у нас цены достаточно демократичные. Я еще, знаете, Сергей Александрович, хотела вам сказать, был отзыв одного телезрителя, который зимой, перед Новым годом, купил дерево в катке, вот елочки в катке. Мы даже в передаче нашей показывали, что лесхозы реализуют вот эти елочки в катках. Так вот телезритель позвонил, что высадил, вот она отстояла, эта елочка у него в горшке, он украшал. Потом он высадил на своей даче, прекрасно дерево прижилось, вот и зеленеет елочка настоящая. Это очень приятно. Вот очень хороший отзыв. Ну, давайте послушаем, что скажет еще один наш телезритель, который дозвонился в студию. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте знакомиться. Очень любезно, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, насколько востребованы сегодня в Гомеле, в Гомельском районе, вальщики леса, и какая у них в среднем считается зарплата? Если у лесничьего, вы сказали, тысяча, то сколько получает вальщик леса? Спасибо. Ну, я не уверена, что мы ответим прямо сейчас. Это ж нужно еще информацию иметь, да? Но если Сергей Александрович может ответить, то пожалуйста. Ну, я в общем... Восстребованы ли вальщики леса? Значит, ну, я посоветую так, что, ну, сегодня, может быть, в определенном лесхозе или в определенной местности нет, но, может быть, завтра ситуация в этом штабе меняет, люди приходят, люди уходят. То есть надо обращаться в ближайшее лесохозяйственное учреждение, в ближайший лесхоз, оставлять свои координаты. Ну, заявлять о себе и о своем желании. Конечно, конечно. Ну, о вальщики у нас все они издельщики, то есть зарплата о вальщика в основном зависит от того, сколько вам... Какой объем? Конечно. Какой объем? То есть зарплата тоже, она может разниться и очень существенно. Ну, мы можем... Всегда телезрители оставляют свои номера телефонов. Вот, можем вам предоставить этот номер. Ну, или человек может позвонить в тот лесхоз, который его интересует. Пожалуйста, мы все открыты. Да, пожалуйста, уважаемый телезритель. Дорогие друзья, 342243, если вы воспользуетесь нашим номером, то можете свой вопрос задать, или просто высказаться о том, для чего вы ходите в лес. Здесь у нас в студии Иван Николаевич свяжет веник, так? Да и не один, а несколько, так? Два. Сегодня мы рассказываем и показываем, как связать веник для бани из березы и липы, я так полагаю. Нет, из березы и дуба. Липа это просто для... А вот это же вот липовые веточки. Да, 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 да. Ну, я объясню, для чего она тут лежит. Так, хорошо. Давайте рассказывайте. Не перебивай, Иван Николаевич. Значит так, ну, пора сроки сначала, скажем, заготовки. И в молодых березовых разхождениях до 10 лет. А как определить, вот, 10 или уже 12? Ну, 10 или 12, можно посчитать по слоям. Ну, вообще, сильно так уже досчитываться, ну, не стоя. Просто надо не навредить дереву. Чтобы не навредить дереву, надо просто 3-4 нижних пояса отрезать, вот, нижние веточки. И чтобы там 5-6, а то и больше осталось. Чтобы дереву было чем расти, чтобы было достаточное количество рисков. Чтобы вы, уважаемые телезрители, просчитайте. Если вы 3 пояса отрежете, чтобы оставалось 5-6. Да, чтобы безболезненно для дерева, чтобы оно потом... Восстановилось. Росло, да, ему не надо восстановиться, чтобы оно потом росло. Оно будет обезвредно. Если такое отрезать, оно будет обезвредно. Вот, ну, чтобы связать веники, ну, что, надо заготовить ветки. Я уж, конечно, тут приготовил, чтобы они были, потому что у студии, я же не могу вам тут мусорить. Я приготовил, чтобы они были очищены. Ну, веник вяжется в среднем стандартный веник, или не будем говорить стандартный, ну, народный такая, она сама по себе получается. 50 сантиметров длиной, толщина рукоятки должна быть не больше. Чтобы вот рукой обхватить. Да, 5 сантиметров должна быть не больше. Вот. Можно связать веник, ну, любым способом. Каким свяжется, таким будет и правильным. Иван Николаевич, подождите. Ну, давайте посмотрим, вот какой толщины веточки. Смотрите, уважаемые телезрители. Они же не должны быть толстые. Да, они не должны быть толстые. Прутики, нижние, они больше не бывают. Если дерево до 10 лет, они вот такие там. Я хочу сказать, что их много, они тонкие. И их столько, чтобы обхватить ладони. Да, ну, штукой обхватить, да. Чтобы удобно было держать. Вот это вы спросили, Для чего липа? Ну, вот когда веник зимой запарывается, и его в воде, в кипятке запарывается, аромат липлен на всю баню. На всю порывку. Можно добавлять еще мяту перышную. У кого что, ну, теперь на дашных участках, возле домов, в России много ароматических растений. Это мята перышная. Потом котовник или мелиса, просто в народе называется. Ну, некоторые, можно любить запах полыни, чтобы там можно добавить. Можно что угодно добавить веник. Но основные материалы, это, конечно, дороза и, ну, дуб у нас. Можно из любого дерева вязать веник. Ну, то есть букет. Можно из клена, из одной липы. Ну, еще у нас, вот мне, я вам скажу, что можно связать такие лечебные веники, это из можжевеловых веток. Но это зимой. Ну, так где же это можжевельник найдешь? Из крапивы еще, говорят, вяжут. Ну, это лечебные я бы лучше не хотел. Она и так срекается, но лучше не парить. Так, Иван Михайлович, вы связывайте пока, а мы поговорим с телезрителем. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас зовут? Меня зовут Светлана. Очень приятно, Светлана. Пожалуйста, у вас есть вопрос для наших гостей? Да, у меня есть такой вопрос. Я, конечно, уже не молодая, но с молодых лет ходила в лес в соседние за ягодами, за черникой. Были такие лесные дорожки, тропинки чистые. Там проходили, наверное, и автомашины. Широкие дороги, было ходить удобно. На сегодняшний день это какое-то хождение с препятствиями. Потому что повалились деревья, и вот их приходится перелезать даже, потому что толстые деревья. Есть ли какая-то программа по очистке вот этих дорог, чтобы можно было как-то хорошо пройтись по лесу, свободно? Спасибо. Есть понятен ли вопрос, Сергей Алисович? Значит, в целом наши лесхозы постоянно занимаются наведением порядка в лесах. И очисткой в том числе. И отдельные рубки проводятся, так называются они, уборки захламленностей. Есть ли какой-то конкретный, может быть, случай, где-то какие-то есть замечания, я попрошу обратиться или к нам, или в ближайший лесхоз, чтобы разобраться в ситуации. Ну, номер телефона телезрительницы остался, поэтому вы сможете взять его и проконтролировать, и задать вопросы телезрителю. Телезритель скажет, где это, в какой это местности. Спасибо вам за вопрос. Есть еще, Иван Николаевич вяжет, подождите, Дубова еще не вяжите сейчас. Я вам вопрос хочу задать. Где можно купить готовые веники? Вот, пишет Вадим. Где можно купить? Вообще лесхозы заготавливают? Заготавливают веники, да? Да, 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 заготавливают веники, и в частности, наше лесничество заготавливают, и другие. Мы у нас, ну, как бы это сказать лучше, доводится план лесникам. А, то есть есть такая услуга? Да, да, есть такая услуга. И вот этой услугой у нас пользуются очень многие населения. Там 2-3 человека вяжут сами, тоже это можно, такую услугу. Но в основном приходит лесничество и покупает веники. Я поняла. То есть можно прийти... Да, недорого, там цена небольшая. В лесничество и купить веники. Хорошо, смотрите, если нельзя пойти просто в лес, выкопать дерево, да, и посадить у себя на даче, это нужно согласовать с лесником. Можно ли, вооружившись ножом, пойти в лес просто так и решить, что вот с этой березки я нарежу себе веников? Можно? Нет. Нет. Так тоже надо разрешение получать. Обязательно обратиться, да, в лесничество. Значит, ну у нас для собственных нужд гражданам вот эти, значит, пользоваться лесными дарами можно бесплатно. Но места, где заниматься заготовкой... Должен указать лесник. Надо согласовать, да. Все, я поняла. То есть никаких денег не нужно вносить, чтобы нарезать березовых веников, но нужно согласовать, чтобы тебе сказали, пожалуйста, вот на этот участок, в этот квадрат, как вы говорите, да, именно так. Да, все верно. А ягоды собирать не нужно же согласовывать. Нет, нет. И грибы тоже. Единственное, что можно поинтересоваться в лесничестве, где чистый, да, квадрат, где обычно там не бывает никаких загрязненных грибов. Ведь так, правильно? Да, все верно. Есть карта у каждого в лесничестве, на улице выставлена карта, даже не надо обращаться к лесникам. Радиологическое ограждение, карта радиологического ограждения. Там можно, если человек понимает, что по карте, он поглядит, и он будет знать, в каком квартале там желтый, синий, красный цвет. Я поняла, хорошо. А нет, обратиться к кому-нибудь, мы объясним, где можно обратить, а где нельзя. Поняла. Иван Николаевич, ну буквально пару минут у нас остается для того, чтобы все-таки вот эти правила вы показали, как связать. Или дубовые вяжутся иначе, чем перед собой? Нет, 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 это я просто хочу показать, что как веник свяжется, так и будете париться. Нет такой догмы, что вот именно вот так надо вязать. Можно по-любому, как только свяжется и париться на здоровье. Это вот этот более-таки классический способ старинной вязки. Как-то вы накрест это все... Да, это вот классический способ, это дедушки наши так вязали веники, лозинка, я уже вам когда-то это объяснил. Да. А это у нас сейчас есть более простой, у нас есть шпагат, вот мы просто берем, укладываем все наши... Дубовые листочки, молодой дубочек. Ну вот они еще пока что слабоваты. Тоже 10-12 должно быть лет, не моложе дубов? Да, а вы на большими не наберете, потому что они уже довольно-таки высокие. И то же самое, лечник, вот почему надо, чтобы лечник контролировал, чтобы люди при заготовке, чтобы они не полезли выше, чтобы он знал, кто, кому я показал в этом месте, чтобы потом можно было, если что, нашкодил спросить. А, ну нет, вы же скажите... Да, дух тоже... И для этого тоже, но... И чтобы человека научить, да, чтобы он получил... Те, кто идут заготавливать, они уже знают. Знают. Конечно. Может кто-то посмотрит передачу и скажет, тоже хочу веник. Да, пожалуйста, ради бога, пожалуйста. Это вот это более простый такой способ. Вот так люди теперь... На петелечку и просто перебинт, как перебинтовать. Да, ну это еще... Ну, тут уже надо это вот доработать, я уже у студии у вас не буду, а так обрезается вот эти конец или отрубается и для удобства, чтобы они были... Чтобы длина была 50 сантиметров, правильно? Да, вот 20-25 сантиметров рукоятка и остальное, чтобы само, так сказать, опахало было, которыми сбиваемся. Какие веники. Их сушить же надо? Эти не надо сушить. Этими можно просто париться, потому что если высушиться, ну, они сотрутся, им не будет опариться. Хорошо, еще давайте повторим. Значит, для того, чтобы на зиму заготовить, нужно идти после... После 15 июня. После 15 июня и вплоть до сентября, пока лист... Пока лист не обсыпется, да, ну, не будет жалчеть, можно будет заготавливать. И повесить вниз головой. Так, есть одна маленькая хитрость, ну, это подсказка. Можно повесить листья, нельзя заготавливать в сырую погоду, 100% нельзя, потому что они вот тут в основании будут пройти. Если их связать, даже они будут пройти, и прозапарки будут давать неприятный запах. Это первое. Второе, что рекомендуется, и мы рекомендуем своим лечникам, когда вяжут, чтобы чуть-чуть провяливать веники, чтобы они были сухие, и чтобы не было вот вот тут опрелоси, вот в этой части, чтобы не было опрелоси. Ценнейшие советы. Немножко укоротим, и готовые веники. Вот, вот эта вот часть обрезается, вот, и все, пожалуйста, можно парить. Иван Николаевич, а вы позволите эти веники... Да, если захотят, я вот не знаю, может быть, наши телеоператоры, или, может, наши телезрители. Я бы всем сегодня вручила подарки за активность нашим телезрителям. Уважаемые гости, буквально минутка у нас для того, чтобы сделать пожелание телезрителям Гомельской области. Пожалуйста, Сергей Александрович. Ну, я все-таки хочу, учитывая ситуацию, которая у нас на сегодняшний день в лесах складывается, обратиться к нашим гражданам при посещении лесов, все-таки соблюдать правила пожарной безопасности. На сегодняшний день у нас в пяти районах действуют запреты на посещение лесов. Перечислите, пожалуйста, районы. Это Речицкие, Гомельские, Чечерские, Ветковские и Добружские районы. Соблюдайте, пожалуйста, правила пожарной безопасности. Ну, и приходите в лес, как к себе домой. То есть оставляйте за собой лес чистым. Лес чистым и не забывайте и противопожарную безопасность. Правильно? Не забывайте о собственной безопасности. Делайте так, чтобы прекрасные наши леса остались нашим потомкам. Ну что ж, уважаемые гости, я благодарю вас за участие в программе. Это был очень насыщенный эфир и мне кажется, что он не должен стать финальным. У нас есть, остались еще темы для разговора. Обещайте, что придете в эту студию и новые темы поднимем и дадим новую информацию для размышления нашим телезрителям. Благодарю вас. Ну, а я хочу обратиться к телезрителям. Благодарю вас за вашу высокую активность. Спасибо. Хорошего вам вечера. Смотрите «Добрый вечер, Гомель» каждый день по будням. И всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!